Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, готовы к подборке февральских игр? Нет? Ну поехали, тут целая армия заждалась. Стратегии в реальном времени нынче выходят не часто. Дошло даже до того, что одна из самых ожидаемых новинок этого года, Halo Wars 2, и вовсе уходит корнями в консоли. Это редкий шанс взглянуть свысока на мир культовой серии шутеров и получить власть не только над одним мастером-чифом, но и над целыми отрядами солдат и бронетехники. Тут даже для простенького строительства базы место найдется, равно как и для кампании с сюрпризами и захватывающими видеороликами. А за разработку отвечают авторы серии Total War, так что в качестве можно не сомневаться. Манга Берсерк, посвященная вымышленным средневековым воинам и королевствам, не теряет популярности уже более четверти века. Поклонников хватает по всему миру, но игры по манге обычно делали спустя рукава и не всегда выпускали на Западе. Новенькая Берсерк and the Band of the Hawk призвана исправить это недоразумение. Стильный, зрелищный экшен, да еще и от разработчиков серии Dynasty Warriors, собаку слевших на боях больших армий. Похоже, что уж теперь игра по мотивам культовой манги обречена на успех. После стольких боев в разных февральских новинках, неплохо бы вспомнить и о чем-нибудь созидательном. LEGO Worlds как раз идеально подходит для этого. Это огромный, почти бескрайний набор виртуальных кубиков конструктора, и из него можно сделать чуть ли не все, что только угодно. Совмещайте драконов с небоскребами или рыцарей с кукольным домиком, а потом сами отправляйтесь исследовать получившиеся чудеса. Порой легендарные игры возвращаются, когда их уже и не ждешь. Torment Tides of Numenera – это настоящий духовный наследник той самой Planescape Torment – легендарной ролевой игры про бессмертного и безымянного героя в поисках истины. На сей раз нас ждет удивительный мир, жители которого вовсю используют магические артефакты древних цивилизаций. Доведется их опробовать и герои игры – несчастные брошенные оболочки древнего бога, обреченные теперь на поиски смысла жизни. Судя по всему, эту игру мы запомним надолго, тем более, что делают ее авторы легендарного оригинала. Ну а завершает нашу февральскую подборку шутер для шлемов виртуальной реальности – John Wick Chronicles. Эта необычная игра обходится почти без рекламы, но дает уникальную возможность в полной мере ощутить себя героем популярного боевика с Киану Ривзом. Наемный убийца, которого боятся даже все прочие служители мафии и маньяки – честный, жестокий и хладнокровный. Почему бы не стать таким на несколько вечеров и не попробовать эту новинку? Экшены, стратегии, ролевые игры и даже конструктор февраль не подвел. Но приготовьтесь заранее – в марте от хитов и вовсе не будет проходу. Мы вас предупредили. Здравствуйте. Мы в гостях у майора Васильева, начальника окружного военного комиссариата района Фили. Здравствуйте, Алексей Александрович. Добро пожаловать, гостям рады. Обычно они у нас на годик задерживаются. А вы, кстати, служили? Так, бонус. Да я как-то уже, к сожалению, по возрасту. Ну да. Скажите, а это правда, что в военкомате интересуются новинками игровой индустрии? Так точно. План призыва выполнять надо? Надо. Хорошая игра – это 10% призывного объема. За счет так называемых студентов. Сессию не сдал? Добро пожаловать к нам. А на какие игры 17-го вы возлагаете особые надежды? Докладываю. По списку. Том Клэнси, Гострекон, Вайллендос. Серия Гострекон хорошая. Немало нам дала призывного поголовья. Том Клэнси военные вопросы понимает. Мог бы уже майором быть, но не повезло в жизни. По плану игры отряд спецназа выполняет задания в Боливии. Противодействует картелям, торгующим дурью. Призывник управляет отрядом из трех бойцов. Это хорошо. Пригодится на службе. А вот, как видите, схема сборки-разборки автомата. Тоже пригодится. Вообще, я бы сказал, тот, кто пройдет игру, уже готовый эфрейтор. Скажем, перед нами задача – отключить станцию радиоподавления. Пробираемся мимо часовых. Кстати, караульная служба здесь из рук вон. И что нужно сделать? Не знаю. А вы подумайте. Ну, повернуть выключатель. Так точно. А вы смекалистый. Как фамилия? Товарищ майор, я аж по возрасту уже. Ну-ну. Так, докладываю дальше. Игра Mass Effect Andromeda. Очень ждем всем военкоматам. Серия всегда поддерживала призыв в вузах. Знаете, что это за аббревиатура? Вуз. Да, да, знаю, конечно. То-то. Там эти поганцы прячутся. В общем, согласно рапорту, в новой части не будет Шепарда. Жалко. Капитан, как-никак. Спасаясь от нашествия жнецов, человечество построило огромные космические ковчеги. И осуществила переброску личного состава и техники в галактику Андромеда. Осталось завоевать себе место под Солнцем. Да, или двумя Солнцем, я уж не знаю. А в чем еще отличие от предыдущих частей? Большой открытый мир. Все эти планеты можно исследовать и завоевывать. Кроме того, в игре появятся так называемые боссы. Особо крупные агрессивные противники. Силы их не возьмешь. Тут, брат, тактика нужна. В новом масс-эффекте мы увидим полюбившиеся расы. Мне особенно нравятся краганы. Вот это призывники, так призывники. Здоровые, боевитые. Никаких тебе отсрочек. Не то, что некоторые. Вот у вас, к примеру, по какой причине отсрочка? Так я ж по возрасту, товарищ майор. Ну да. Все так говорят. Или молодой, или старый. А пули, брат, все равно. Вы рассказывали об играх. Так точно. Вы слышали о Horizon Zero Dawn? Красивая игра. Чую, принесет нам поживу. Действие РПГ. А знаете, что такое РПГ? Ролевая игра. Есть еще значение. Ручной противотанковый гранатомет. Ничего, в войсках вас подучат. И так действие происходит аж тысячу лет спустя. Люди одичали. Живут в деревнях чистыми дикарями. Вооружаются копьями да луком со стрелами. Но самое поразительное, что роботы одичали тоже. Бродят с садами по саванне. Кто пасется, кто охотится. Уму непостижимо. Представьте, например, что ЗРК С-300 одичал в дрюк. А с ним ретрансляционная станция 5Я-62. Цирк. Бродят по расположению части. Казармы топчут. Кусаются. Отличная картина. Так вот. Главная героиня, Элой. Здорово охотится на одещавшую технику. Добывает цвет мед. Помогает гражданским и соседних деревень. Выполняет долг перед тропической родиной. Вот все бы так. Вот вы, к примеру, в каких войсках желаете служить? Не в каких. Знаете, я, пожалуй, пойду. Ну-ну. Делас. До свидания. Товарищ призывник пройдет. Куда? Что? Куда? Да оставь. Как вы смеете? Вот и ладненько. Один есть. Как говорится, играй, играй, а службу не забывай. До встречи в казарме. Читайте в февральском выпуске «Навигатора». Работаем. «Эскейп фром Тарков». Спасайся, кто в альфе. Лучшие игры 2016 года. Награды нашли героев. Забот полон год. Календарь важнейших игровых событий 2017-го. Также в номере «Switch On». Щупаем новую консоль от Nintendo. Сыграй как можешь, сыграй. Звезды в фильмах по играм. И гром победы раздавайся. War Thunder в релизе. По-настоящему крутой монитор должен быть универсален. Даже лучшие из игроков отдыхают за просмотром кино и фотографий. Можно пойти на компромисс, но лучше не жадничать и сразу выбрать хороший экран, чтобы потом не менять его вместе с глазами. Из недавних новинок нам приглянулся BenQ EX3200R. Изогнутый монитор с диагональю почти 32 дюйма. Такой еще называют монитором окружающего изображения. XL модели идеально подходят для профессионального киберспорта, а EX подойдут тем, кто играет для удовольствия. Разрешение самое востребованное и популярное. Честный Full HD. А частота обновления достигает внушительных 144 Гц. Сами понимаете, что на таком экране и в играх многое умещается, и кино смотреть одно удовольствие. При этом у монитора одинаково хороши и цветовой диапазон, и частоты отклика, что пригодится как фотографам, так и онлайн-чемпионам. Даже без поддержки модной FreeSync не обошлось, хотя намного важнее фирменные технологии BenQ по защите глаз от чересчур яркого синего цвета и лишних мерцаний. Все в порядке у EX3200R и с дизайном. Узкая рамка не отвлекает от изображения, а подставка при всей своей красоте получилась еще и надежной. Регулировать монитор можно по наклону и по высоте, а само изображение настраивается парой нажатий на кнопки. Можно быстро переключаться из игрового режима на вариант для кино или работы. Новая игровая система от Nintendo – это всегда действительно что-то новое. Если конкуренты меряются мощным железом и сетевыми сервисами, то старейшая японская игровая компания всегда стремится удивить неожиданными фишками. Не стало исключением и очередная приставка Switch. Инженеры решили совместить домашнюю и портативную платформы, плюс добавить возможность сразу играть вдвоем, что называется «из коробки», благодаря двум отсоединяемым геймпадам. Выглядит Switch как обычный планшет, которому с двух сторон добавили по джойстику, но это только портативный вид приставки для поездок и передвижения. В стационарном режиме этот планшет устанавливается в специальную док-станцию, подключенную к сети и телевизору, и легким движением руки портативка превращается в домашнюю консоль. Причем играть в двух режимах можно в одни и те же игры, практически без изменений в графике. Игры, которые доступны на карточках, можно будет также купить и в цифровом магазине. Игры, они при этом записываются либо на внутреннюю память консоли, объем которой составляет 32 гигабайта, или также можно расширять эту доступную память с помощью карточек microSD, объемом до 2 терабайт. Правда, с играми пока все не очень понятно. Есть несколько отличных проектов на запуске и новая часть ролевой игры Legend of Zelda. Также сборник мини-игр для новых контроллеров One to Switch, где надо соревноваться в стрельбе, доить корову или играть в пинг-понг. Выглядит очень глупо, но неплохо подойдет для шумных вечеринок. Что и было продемонстрировано на московской презентации. Игроки остервенело доили корову и яростно выхватывали геймпады из кобуры, воображая себя ковбоями с Дикого Запада. Две главные наши игры, которые будут доступны как коробочной версии, так и цифровой, это The Legend of Zelda Breath of the Wild и One to Switch. Обе игры полностью переведены на русский язык, при этом я хотел бы сказать, что Zelda — это первая Зельда, переведенная на русский. К сожалению, кроме этих проектов и некоторых переизданий, а также странного, но забавного проекта ARMS, где главные герои дерутся друг с другом руками на пружинках и резинках, особенно поиграть на старте продаж Switch от 3 марта будет не во что. Обратной совместимостью с предыдущими приставками новинка, к сожалению, не располагает. В настоящее время сейчас в разработке находятся более 80 игр. Но когда они выйдут, еще неизвестно. Так что брать Switch в начале марта или нет — вопрос непростой. К тому же цена новинки кусается — больше 20 тысяч рублей. Одно можно сказать точно — Nintendo снова выпускает необычную платформу, способную удивлять. В Rainbow Six Siege глюков стреляй, не перестреляешь. Бегаешь, угощаешь свинцом противников, а потом раз — и сам себе враг. Солдаты-перестрельщики только на вид такие грозные, а в душе-то мечтатели. По балконам допрямиком в заветную квартирку. Зря говорят, что на поле боя романтизму не место. А если локация кажется совсем уж непроходимой, можно всегда повысить проходимость стен. В боевой ситуации приходится быстро соображать. И даже после выстрела в голову мозговая активность не прекращается ни на секунду. Случается, что некоторые сокомандники — те еще экспонаты. И думается, что лучше их держать за стеклом. Детей близко не подпускать, не дразнить, да и вообще обходить стороной. Командир кибервзвода всегда говорил — операция проникновения как два байта переслать. Развернул, потянул, спустился и жди, пока переискрит. А потом смело лезь. Я сто раз так делал. Порой на заданиях скручивает так, что только пулиукалывание и помогает. Ух, хорошо пошло. А теперь чутка пониже. Ага, ага, да-да-да, вот так. Говорил же, надо лазерные мечи закупать, а не эту ерунду на батарейках. Ух, полна моя коробочка. Есть и порох, и свинец. Занимай скорее укрытие, а не то тебе... На военных заданиях курить бамбук не только некогда, но еще и опасно. В шаре бойни, под песню оружейной дроби, каждый солдат рискует потерять себя. Есть такое модное слово — инновации. Да только вот на местах сражений они не всегда заходят. Например, от нового метода дорожной и лестничной разметки пришлось быстро отказаться. А вот, например, защитный щит с моторчиком, призванный ломать и карать. Противники, как его увидят, так и кричат «Священный щит!». Узнают, стало быть, благоговеют. Последние череды убийств никому уже не скрыть свою темную сущность. Хотя, может быть, именно так и происходит перевоплощение в «Темных рыцарей». А каких только индивидов на задании не встретишь. Вы знали парня по прозвищу «Сэм Телячья Нога»? Или Лиззи Танцулю? Генри, я испорчу любую фотографию. Этого уж точно сложно забыть. Работка у этих бойцов, конечно, нервная. Но, поверьте, застрять в бесконечной череде серых будней куда страшнее. Так что вперед, солдаты, агенты, тунеядцы, точной стрельбы и поменьше вам глюков. В полку по захвату мира прибыло. Настольная игра «Замес» разжилась еще одним самостоятельным дополнением. Казаки против помидоров. Да-да, суровые мужики в попахах верхом на медведях против ромашек и саженцев. Прибавьте к ним еще стимпанков с призраками и получите взрывной смузи из овощей, эктоплазмы, шестеренок и медвежатины. Решите, какая фракция вам больше по вкусу, смешайте свои карты с картами других поработителей мира и приготовьтесь раскурочить пару-тройку баз. Тот, кто первым заштурмует их до смерти, получит большее количество очков, а потом, глядишь, соберет пятнашку и выйдет из всего этого замеса победителем. Тут главное приспешников вовремя в бой бросать, да и самому на активные действия не скупиться. Сорвите куш, оставьте своих соперников в полном замешательстве. Игра предоставлена hobbyworld.ru ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин